Друзья, всем привет! Меня зовут Женя, я тренер Цитрус Академии. В этом ролике я вам расскажу про один очень крутой подвид предметной фотографии, а именно Flatlay. Расскажу, что чаще всего с ним фотографируют, как построить кадр, и дам очень важные рекомендации. Давайте начинать! Итак, что же такое Flatlay? Обычно это фотографии одинаковых по тематике предметов или раскладок, которые выложены на ровную поверхность и сфотографированы сверху вниз под углом 90 градусов. Этот жанр фотографий особенно полюбился мобильным фотографам, потому что здесь нам не нужно получать разбытый задний фон. Плюс такие фотографии чаще всего делают именно в Инстаграм, ведь это лучшая площадка для публикации фотографий, сделанных на телефон. Мы на нашем курсе мобильной фотографии очень детально изучаем Flatlay и предметную фотографию. Кстати, если вы хотите узнать больше про камеру смартфона и улучшить свои навыки в фотографии, то приходите к нам на пробные занятия в Цитрус Академию. Записаться вы сможете по специальной ссылке внизу, под этим видео, и даже после первого занятия вы сможете по-другому видеть кадр и узнаете очень много новой и полезной информации для вас. Поэтому переходите и регистрируйтесь. Самое первое, с чем необходимо определиться во время съемки Flatlay, это с идеей и предметами, которые вы собираетесь снимать. Если у вас нет готовой идеи, то начать необходимо именно с нее. В этом деле очень помогает насмотренность. Пролистайте тематические странички в Инстаграм и посмотрите, на что люди делают более сильный акцент и как они строят композицию. Либо посмотрите наше видео, где я рассказываю про очень классное приложение для вдохновения и идей. Конечно же, немаловажную роль играет освещение. В первое время для вас им будет служить ваше окошечко. Многие любят Flatlay за то, что тут можно обойтись без студийного освещения, потому что солнце само по себе дает мягкий и рассеянный свет. Поэтому никаких жестких теней в кадре попросту не будет. Для того, чтобы кадр не казался чересчур плоским, мы должны использовать контровой свет. Поэтому объект располагаем возле окна, а сами становимся с другой стороны. Ну и, конечно же, можно использовать студийное освещение. Но тогда оно должно быть ярким и служить роль контровика. Ну и с другой стороны должны поставить светоотражатель. Можно использовать простой лист белой бумаги, чтобы дало красивое мягкое освещение. В качестве фона можно использовать все, что угодно. Начиная от обычного стола, листа бумаги или деревянной доски, заканчивая специальными фотофонами. Главное, чтобы цвет фона и объектов, которые мы снимаем, удачно сочетались друг с другом. К примеру, можно использовать контраст и сочетание холодных и теплых оттенков. Фотографировать таким образом можно что угодно. Своё рабочее место, раскладки косметики, чашечки, конфеты, овощи, фрукты и так далее. Но не стоит забывать о том, что объекты должны подходить друг к другу и вместе создавать цельную и логическую картину. Будет еще очень классно, если у вас получится создать баланс композиций. Баланс бывает разных вариантов, но один из самых популярных – это баланс по размеру. Крупные предметы отлично сочетаются с маленькими в кадре и таким образом дополняют друг друга. Не забывайте применять основные композиционные правила, такие как естественные рамки и правила третей. Они помогают сфокусировать внимание зрителя сразу на каком-то конкретном объекте на нашем снимке. А если вам нужно показать, что предметов много, то можно использовать диагональное сечение и разместить все в кадре таким образом, что зрителю не будет видно, где начинается и заканчивается вся композиция. Старайтесь как можно больше экспериментировать и фотографировать абсолютно разные объекты. Со временем вы начнете понимать, что, к примеру, еду нужно показывать более сочной, и там используют темные насыщенные оттенки. То, что касается, к примеру, съемки одежды, то там используют светлую цветовую гамму. Также можно фотографировать минимализм, ну, в общем, практика всему голова. Давайте подытожим. Правильно подобранный свет. Фон должен гармонично сочетаться с объектами съемки. Все объекты должны быть логически подобраны. Вспоминаем про правила композиции и больше практикуемся. Также не забудьте зарегистрироваться на пробные занятия к нам в Центрус Академию. Если вы проживаете в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре или Виннице, то вы сможете посетить его офлайн. А если в каком-то другом городе, то в формате вебинара. Вот здесь вот вы можете подписаться на канал, а вот тут посмотреть наш прошлый ролик. С вами был Женя Федяй. Всем пока и яркого настроения. Субтитры подогнал «Симон»!